Творчество – это не хобби, а это профессия, которая требует ежедневной работы от силы. Технический университет выпускает не только архитекторов, механиков и инженеров. Порой, несмотря на отсутствие специального факультета, из его стен выходят и музыкальные исполнители. Примером такой метаморфозы из инженеров эстрадного певца стал Александр Балыков. Построив успешную музыкальную карьеру, исполнитель вновь вернулся в Барнаул, чтобы поделиться своим продюсерским и сценическим опытом со студентами. А вдруг кому-то пригодится? Это, во-первых, какая-то дань к моей альмаматор, которую я, в принципе, очень уважаю, мой институт, в котором я отучился и получил не только школу инженерного, скажем так, образования, но и школу, в том числе и творческого образования. Подобные встречи, говорит Александр, проводились еще во времена его обучения. Тогда студенты собирались, чтобы узнать секреты успеха команды КВН, дети лейтенанта Шмидта. Среди тех, кто приходил послушать Виталия Гасаева, был и сам певец. Сейчас он продолжает традицию общения с творческой молодежью. У многих есть вопросы, как выйти из самодеятельности, как, может быть, выйти в более профессиональное русло, продвигать себя, как быть более уверенным на сцене и так далее и тому подобное. У многих есть вопросы, не только у певцов, но и у танцоров, у КВНщиков. Александр с удовольствием отвечал на вопросы из зала, причем не только на музыкальные темы. Студентам было интересно, как прошла в свое время поездка Балыкова на авиабазу в Хмеймим. После которой исполнитель был награжден за участие в военной операции в Сирии. Родственников увидели, это были объятия, они даже не знали, как нас зовут. Пацаны, привет, как там дела? Полученные впечатления и эмоции певец, как и положено, аккумулирует в музыке. Так, например, родилась песня «Только очень жди». Ее можно услышать по радио и на мероприятиях в Кремле. Но нынешняя молодежь, во всяком случае та, что присутствовала на встрече, о творчестве Александра Балыкова знает мало. И артиста это ничуть не смущает. Он не стремится к всеобщей популярности, не пытается поразить публику смелыми нарядами и необычными прическами. Работает от сердца к сердцу и получает отклик зрителей. Недавно группа Вива закончила гастрольный тур. За две недели проехали девять городов. Среди них Тобольск, Тюмень, Омск и Новосибирск. Впереди гастроли по Уралу. Александр уверен, вновь будут полные залы. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.